Наша программа продолжается, и путешествия наши по Москве продолжаются. Александр Васькин, писатель, историк Москвы, и новая книга Александра Васькина, путеводитель по Пушкинской Москве, очень нам помогает в наших путешествиях. Ирина Кленцкого микрофона, и мы гуляем по Москве, которую любил Пушкин, потому что он любил людей, которые здесь жили. Например, Пётр Андреевич Вяземский. Вот фигура, которая нас привлекла сегодня. Да, и Пётр Андреевич, заканчивая тему его отношений с Иваном Сергеевичем Тургеневым, он ещё выпустил такой свой зал поэтический по роману «Дым небезызвестному». «И дым Отечества нам сладок и приятен, нам век минувший говорит, век нынешний и в солнце ищет пятен, и с мрадным дымом он Отечества каптит». Ну, «дым» — здесь название романа. Романа Тургенева. Иван Сергеевич, конечно, отзывается, как может, о Вяземском, но он не может так писать, понимаете, как Вяземские эпиграммы. Ну, роман-то это же долго писать. Вот у него роман новь, он там уже о Вяземском опять. Но всегда подкалывает. Есть возможность сказать плохо. Но это говорит о какой-то, значит, всё-таки мелочности. Мелочность. И мне кажется, они стали заложниками вот этой борьбы. Этих мелких отношений. И Вяземский не успел ответить вновь на своё появление в романе. И ушёл из жизни в 78-м году. Но Иван Сергеевич оставалось только поставить последнюю жирную точку. Посмертно пригвоздив своего противника к позорному столбу в одном из писем. Ну, вот такова интересная судьба отношений Вяземского и Тургенева. Но у Пушкина с Вяземским были... Близкие отношения. Да, другого рода. И уже после смерти Александра Сергеевича, надо сказать, что признаются заслуги Вяземского в литературе. Избирают его ординарным академиком Российской академии наук по отделению русского языка и словесности. Эти эпиграммы был такой жанр популярный. Популярный. Ну, а потом всё-таки за выслугу лет дают иногда и почётные какие-то звания для сердца. Вяземский служит и служит, и очень успешно. Он, в частности, во главе Государственного взаимного банка. Он и заместитель министра народного просвещения. То есть большие должности. Больших достиг он, конечно, высот. Уже при Александре Втором. Сенатор, обершенг двора, член госсовета. В Москве он в это время живёт редко. В основном в Петербурге, да? Он тяжело болеет, соответственно, лечится, где, конечно, за границей. В том же, в Баден-Бадене, где он уходит из жизни в 1878 году. Вот удивительный итог он подвёл в своей жизни. Я создан как-то поштучно, и вся жизнь моя шла отрывочно. Мне не отыскать себя в этих обрубках. И вот этот один обрубок яркий – это вот его связь с Пушкиным, с Александром Сергеевичем, его дружба. Они дружили два десятилетия. И он безоговорочно, Пётр Андреевич, признавал превосходство пушкинского творчества. А ведь когда-то, когда-то, ещё в 15-м году он писал Батюшкову. Что скажешь о сыне Сергея Львовича? Чудо. И всё тут. Его воспоминания о царском селе вкружили нам голову с Жуковским. Какая сила, точность выражений, какая твёрдая и мастерская кисть в картинах. Дай Бог ему здоровья и учения. И в нём прок и горе нам. Задавит каналья. Писала 16-летним Саше Пушкине. И, конечно, он часто жил у них, Александр Сергеевич, в Несенском переулке. Но не так часто, чтобы не стеснять, конечно. Он был наш великий поэт. Но стеснительный всё-таки. Он не любил, наверное, ещё досаждать в своём обществе. Хотя его ждали там, пожалуйста. Но ещё такая черта, что он любил быть свободным. А здесь ты зависишь всё-таки от людей, от их настроения, от ритма их жизни. И не любил он останавливаться у тюжих. И потом он... Помните, Онегин пишет о Ивине Онегине, который, заслышав только, что к нему едут соседи, он выходит через заднюю дверь, и только его и видели. И эти соседи потом перестали ездить, потому что считали оскорбительным такое поведение. А Онегину просто всё это не нужно было. Потому что он опять едут. И Пушкин во многом, вы знаете, он как бы вёл себя нередко так. Не в Москве, а вот в деревнях, где он жил. Что он мог выйти просто. Ему нужна была ещё всё-таки эта свобода. Потому что всё время ходит. Если он в гостях у кого-то, он же не может отказать им в общении. Им интересно с ним. Вера Фёдоровна придёт всё время пообщаться, поспрашивать, как там супруга, как дети. А ему... Не хочется ему. Не всегда хочется говорить и рассказывать. И общаться. А потом всё-таки большое количество людей утомляет. А он не был тусовщиком, в нашем понимании. Да, он не любил. Ему хотелось думать, молчать и хотелось тишины. Поэтому так хорошо себя чувствовал в Болдина. И в Михайловском хорошо чувствовал. Легко дышалось, легко творилось, легко вспоминалось. Ну да, он говорил, что здесь нет этой публики, вот этого света. Он не любил балы. Например, сохранилась её записка, когда лакей пришёл из дворца с письмом, с приглашением на бал. Мне, как он пишет, надо быть в мундире, во фраке. А Наталья Николаевна, как всегда, будет блистать. И напишет письмо другу, как жаль и как скучно придётся провести вечер. Не любил он толпы. Он ещё писал интересные вещи, что вот в Петербурге там балы очень часто. Но балы не просто проходят, а с одним условием, что нужно менять туалеты несколько раз. Четыре-пять раз. Он говорил, зачем это делается? Наверное, для того, чтобы люди больше ни о чём не думали, кроме как туалет купить лишний. Чтобы они вот этим были заняты. Голова, чтобы этим была забита. А потом обязательно надо было танцевать, потому что танцы были формой светского общения. И танцевали подолгу. Даже пишет он в одном из письмей, что Наталья Николаевна почувствовала... Я увидела, как Наталья Николаевна побледнела после долгих танцев. И когда мы приехали домой, она выкинула. И таких выкидышей было несколько. Потому что для женщин, особенно для беременных, такая нагрузка всё-таки была очень большая. И небезопасная для здоровья. Но она вот любила повеселиться, конечно. Для неё бал – это был праздник. Потому что молодая. Красивая. Это, так сказать, объект внимания. И государя тоже. Конечно, всегда отмечал государь красивых женщин. И у неё другое было, наверное, совершенно отношение к этому. И Пушкин тоже сетывал на это. Конечно. Одну не отпустишь уже её. Ну и не полагалось. Вообще одной женщине на бал просто невозможно было прийти. Безусловно, она должна была прийти с мужем. Или молодые женщины приходили с отцом, или с тётушками, или с мамашами. Один человек не мог появиться на балу. Это было верхом неприличия. Так же, как верхом неприличия было сбиться с такта. Если ты сбиваешься с такта, ты не мастер светской жизни. Хорошая фраза. Да. Можно было получить вызов на дуэль. Если слишком часто кавалер добивается возможности танцевать с одной и той же женщиной. Или ссора могла произойти на балу между двумя мужчинами за очередь. То есть это очень... Вроде бы это ритуал. Но строгий ритуал. И жёсткие правила. Например, вспоминается, что Николай распорядился о том, чтобы поэт Лермонтов был посажен под домашний арест только за то, что у него был неправильно подшит воротничок на мундире. А одного, заслуженного даже генерала, лишили звания, потому что он позволил себе на балу во время ужина расстегнуть мундир. Какие ужасы просто. Ужасы. Ну, какие подробности. С одной стороны, эти детали нам кажутся сейчас наивными и смешными. А с другой, это те рамки, которые им многое позволяли выдержать и держать и характер, и настроение, и всегда, ну, всё-таки правила. Да, конечно. Это то, что мы называем пушкинским временем. Всё-таки это пушкинское время, атмосфера тех лет, в которые поэт писал. Жил. Жил, да. Влюблялся. Читал свои стихи. Конечно, не всегда с желанием. Читал. Ну, у Вяземских он бывал всё равно довольно часто, и, как вот вспоминала Вера Фёдоровна, у них, может быть, даже более близкие отношения, душевные. Чем с Петром Андреевичем. Да, да. Что вызывало, остановились, что вызывало его какую-то ревнивую, лёгкую досаду Петра Андреевича, что вот у Пушкина с женой более искренние отношения, а он называл её княгиня Лебёдушка, княгиня Ветрона, княгиня Вертопрахина. И вот она вспоминала, что вот он приезжает, а их нет дома. Что делает Пушкин? Он уляжется на большой скамейке перед камином и в таком вот состоянии дожидается их возвращения. Или возится с сыном, с Павлом. Тоже человеком интересный. Да, он чувствовал себя как дома. И надо сказать, что вот этот маленький князь Павел Петрович Вяземский, он первый раз увидел Пушкина в 6 лет. Ну, и Пушкин стал для него непререкаемым авторитетом, конечно. Ну, может быть, об отношениях маленького князя Павла Петровича мы поговорим в следующий раз. Оставайтесь всегда с нами. Благодарим, что вы с нами гуляете, слушаете нас. Александр Васькин, писатель, историк Москвы Ирина Кленская. Счастливых и удачных дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова